Директор Нижегород-пассажир автотранса Дмитрий Цыганков зачитывает данные по предприятию за 9 месяцев. За это время доходы Нижегород-пассажир автотранса упали почти на 4%. Зато вырос непокрытый убыток. Сейчас он составляет больше 160 миллионов рублей. Директорская задолженность составила 842 миллиона рублей. Перед поставщиками и подрядчиками 98 миллиона 788 тысяч рублей. Год назад на 1 января 2016 года эта сумма составляла 184 миллиона рублей. Из 98 миллионов мы должны за скоб 41 миллион рублей. Есть и позитивные моменты расхода. Конечно, снизились, но ценой оптимизации жесткой экономии на зарплатах сотрудников, топливе и запчастях. Сократили даже количество автобусов. На линии теперь выходит на 20% меньше транспорта. Нижегородцы такой оптимизации не обрадовались. На остановках теперь приходится тратить больше времени. А вот денег меньше тратить жители не стали. Напротив, выручка с оплаты проезда наличными выросла. Годы от проезда по проездным билетам уменьшились на 63 миллиона 572 тысячи рублей или на 16,8% меньше, чем за 9 месяцев 2015 года. Для того, чтобы покрыть убытки всех транспортных предприятий города, необходимо 105 миллионов рублей. Именно такую цифру озвучил на комиссии директор департамента транспорта Александр Галафастов. Большая часть как раз необходима на покрытие убытков нижегород-пассажир автотранса. В последние двух последних месяцев это направление у нас нижегород-пассажир автотранс постоянно обделяли. Значит, больше денег давали электротрансу и метро, нижегород-пассажир автотрансу меньше, но и в связи с этим накопились определенные долги, в первую очередь, конечно, по топливу, что перед Новым годом, естественно, у комиссии вызывает опасения. Потому что, как всегда, у нас поставщики, они сюрпризы нам выкатывают каким-нибудь праздником. Главное, говорят в мэрии, сейчас не допустить прошлогодней ситуации с отказом поставщиков заправлять автобусы и остановкой трамваев и троллейбусов. Наталья Миронова, Георгий Захаров, столица Нижний.